Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, обычно я через 2,5-3 часа второй ролик делаю. Но сейчас, ребята, здесь такое творится. И поэтому я так вот пораньше решил сделать, просто не утерпел. Ну, сначала так потихонечку, хотя тоже ничего хорошего. В России за сутки выявили 11 615 случаев коронавирусной инфекции. Для сравнения, вчера было 10 888, а сегодня 11 615. Это много. Это много, ребята. И вот тут вот суточное число заразившейся коронавирусом в России приблизилось к рекорду. 11 615, а максимум был 11 мая 11 656. Всего-то на 40 человек меньше, да? А завтра опять будет, да? Пошли рекорды. Россия ставит рекорды. В Москве за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев. 4 тысячи 82. И дальше, ребята, главное, главное. Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране. Саранбай Жанбеков призвал лидеров партии успокоить своих сторонников. Некоторые политические силы в Киргизии, воспользовавшись итогами парламентских выборов, минувшей ночью попытались захватить власть в республике. И вот сейчас посмотрим, что это за итоги и что это за политические силы. Мэр столицы Киргизии подал в отставку по собственному желанию. И дальше на живом журнале. Утро в Бишкеке. Коротко по развитию Майдана в Бишкеке. Под утро протестующие захватили еще и мэрию Бишкека. В результате протестов в Бишкеке убит один человек. 570 раненых, включая несколько десятков сотрудников милиции и ОМОНа. Есть тяжелые. Разграблен парламент. Подожжен Белый Дум. Совершено нападение на 6 машин скорой помощи. Президент Киргизии заявил, что ведет переговоры с оппозицией и готов пойти на отмену итогов выборов, если ЦИК после рассмотрения признает нарушения существенными. Значит, освободили экс-президента Атамбаева. Кроме того, в одной из колоний был освобожден бывший министр Салар Исаков, премьер-министр Салар Исаков. Также освобождены из мест заключения еще несколько политических. Утром в Бишкеке возобновилось движение транспорта. Ремонтные службы начали восстановление разрушенного муниципального имущества, уборку камней, ремонт светофоров и т.д. Администрация президента отрицает заявление, что он бежал из страны. И заявляется, что он продолжает находиться в Бишкеке, но его местонахождение не конкретизирует. МВД Киргизии заявляет, что ситуация нормализуется. Белорусская оппозиция горюет, что белорусы неправильно протестуют, и за два месяца протестов не могут добиться того, чего в Киргизии добили за один день. За один день, ребята. Смотрим дальше. Ну вот концовка, да. Ситуация, очевидно, будет развиваться, ибо вопрос о власти в Киргизии поставлен ребром. Вот так вот. Во как оно, да. Митингующие. Дальше. Газета Ружа пишет. Митингующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО. Угу. Так, ну ладно. Поспокойнее. РБК ректор МГИМО Таркунов может подтянуть пост. Ему 70 лет. Возраст, ну, возраст. Можно до 70 лет, да. Ладно, ещё. В России создали усовершенствованный противовирусный препарат. И кто-кто? Уральский федеральный университет имени Ельцина. Новый препарат. Будут рампы лечить, наверное, да. Россиян предупредили о магнитных бурях. Ещё будет про Киргизию у меня в конце, ребята. Я так вот просто. В общем и целом. Начнётся магнитная буря в октябре. ФСБ задержало военнослужащего за шпионаж в пользу Эстонии. Чё-то как шпионов много, да. На ведущем предприятии ядерного оружейного комплекса России выявили очаг коронавируса. Это ПО «Маяк» Челябинской области. 50 сотрудников заболели одновременно. Потерпевшие потребовали от Ефремова 3 миллиона рублей. Но вот они никак не успокоятся. Раньше надо было думать. Сейчас ему уже всё пофиг. Он в тюрьме сидит. Умер радиоведущий Рубен Акопян. Ведущий радио 7 на Семи Холмах. Рубен Акопян умер в возраст 48 лет. Он мальчишек совсем. Да. И почему, почему онкологическое заболевание? Доктор Мясников оказался безграмотнее Малышевой. Ну, кто бы сомневался. Учительниц русского языка и блогерша Татьяна Гартман разобрала ошибки, которые допускают в устной речи известные расисты и телеврачи Елены Малышевой, Александр Мясников. Да, Мясников оказался ещё хуже Малышевой. Ну, ладно бы. Ладно бы грамматика. Ладно бы устная речь. Они несут ведь чёрт-те знает что. Ну, хорошо. Цвет воды отличается местами пены. Учёные обнаружили странности в реке на Камчатке. Та самая река, которая впадает в море. И где массовая гибель животных морских. Специалисты обнаружили странности в реке Налычева. Я уже говорил про эту реку. Уже на гугл-картах посмотрели. Которая впадает в Авачинский залив на Камчатке, где произошло загрязнение. Визуально есть некоторые странности. Цвет воды отличается от нормального. На дне отложение жёлто-коричневого-зелёного цвета. Плотные по берегам местами пены. Ну, вот, да, ребят. Вот так вот. Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных. Рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Техногенное загрязнение, ребят. Это уже однозначно. Так, чё мне субботний рамблер, который никогда у меня вовремя не загружается? А, на видео попал мужчина, который показал, как можно есть, не снимая защитную маску. Ах, да, а русские знают, как можно заниматься любовью, не снимая ватник. Ну-ка, давай. Американец Кевин Норкатт решил, что защита от коронавируса не помешает даже во время трапезы. Так что придумал маску, оснащённую датчиком. Датчик реагирует на движение в нескольких сантиметрах от лица. Когда обладатель маски подносит еду или напиток к лицу, открывается заслонка, позволяющая отправить еду в рот, не прикасаясь к коже. Тут ролик мне смешно. Так, бэмс. Это нет, я не могу. Лавров всех переиграл. Если гора не идёт к Магомеду, Магомед идёт к горе. Ну, это то, что вот он, помните, он вчера сказал, что... Во-первых, он заметил, что ситуация с Навальным является издевательством над здравым смыслом. Да ну, здравый смысл. Откуда у Лаврова здравый смысл? А потом он закинул удочку в место с настоящей информационной бомбой. Немецкие врачи не нашли у Навального следов новичка. И только не спрашивайте у меня, как и откуда он нашёл эту информацию. Я не знаю. Да и никто не знает. Ладно, немножко. Упс. И вот опять. Турция объединится с Азербайджаном в этом году. Россия не будет мешать. Вполне такое может быть. Ну, тут дальше идёт, что, может быть, Армения присоединится к России. Но я что-то очень сильно сомневаюсь. А вот турки с азербайджанцами объединиться могут вполне, ребята. Вполне. В Азербайджане давно проходят акции в поддержку Турции. И участники митингов постоянно выражают желание стать частью Турции. В Турции точно такие же акции, где машут флагами двух стран и говорят, что надо объединяться. Понятно, да? Так. Дудь взял интервью у Навальных. Навальные интервью после отравления. Ну, ребят, я не стал смотреть. Мне не нравится ни Дудь, ни Навальный, ни Навальная. Ну, кому интересно, посмотрите, сколько здесь минут. Два часа двадцать минут, тридцать одна секунда. Посмотрите. Мне потом расскажете. Политическая пандемия COVID-2020. Кирилл Рогов, политический обозреватель. Буквально за двое-трое суток мы узнали, что Трамп, первое, кажется, болен ковидом. Значит, второе, скрывал, что он болен ковидом. Третье, болен ковидом в тяжелой форме. Четвертое, практически выздоровел от ковида. Ребят, вы смеетесь, да? А нам это расхлебать. Нам этого Трампа расхлебать еще не один год. Мне тут посоветовали. Давайте, говорит, поменяемся. Президенты мне, ребят. Ну, будешь лучше вы к нам. Ну, я на это никак не влияю. Специалисты заявили о гибели 95% обитателей морского дна Авачинской бухты. Ну, вот я всегда говорил, где Россия, там дерьмо, понимаете? Вот представьте на секундочку, во что превратится Аляска, если Россия заберет Аляску. Ей, конечно, никто не даст, но просто. Просто представьте, да? У меня есть очень много роликов про Аляску. Посмотрите здесь же, на канале, мы с женой туда летали, плавали. Известна причина смерти мурманчанина в бассейне сауны. В Мурманске, в состоянии алкогольного опьянения. Утонул. Утонул во время купания в бассейне. Да там бассейн-то полметра. В сауне маленькие же бассейны. В Свердловской области горит торговый центр. Огнём охвачен около тысячи квадратных метров. Город Богданович в Свердловской области. В момент возникновения пожара людей там не было. И до Твиттера добираемся. Однажды мы... Вот, ребята, Твиттер. Дальше. Я просто с утра не посмотрел Твиттер, а то бы у меня... Я и в первом бы ролике сказал. Однажды мы проснёмся утром, а в кабинете Путина восставшие киргизские таксисты. Киргизские. Да, я вот в Ашиме когда жил, там киргизов много было. Их так и называют, киргизы, почему-то. Они, по-моему, так сами себя называют. Стыдно даже как-то стало. Средняя Азия получается менее терпелоидная, чем Российская Федерация. Тем временем в кабинете президента Кыргызстана... Вот они тут люди ходят, прям по столам, да. Россия и стояние на коленях перед властью. Беларусь. Гуляние по выходным с шариками и обнимашками. Тут ещё про Хабаровска ничего не сказано. Кыргызстан. Заняли кабинет президента за несколько часов. Поняли, да? Государство выделит Рустеху 21 миллиард рублей на создание сетей 5G, 5G, да? Страна, успешно запустившая поисковик-спутник, обеспечившая школьников инновационными планшетами и заблочившая мерзкий телеграмм, задаёт новую планку. Прощайте, 22 миллиарда, нам будет вас не хватать. Вот так, ребята, да. Знаете ли вы, что, согласно Женевской конвенции, военнопленные имеют больше прав, чем среднестатистический россиянин? И комментарий. Поэтому Сталин и заявил, когда к нему пришли представители Красного Креста с вопросом о военнопленных. У нас нет военнопленных, у нас есть предатели. А выживших после концлагеря Гитлера сразу отправили в концлагеря ГУЛАГа. Да, ребята, да? Так, и опять про киргизов. Не знаю, насколько эти ребята действительно хотят перемен в лучшую сторону, но в решительности и оперативности им не откажешь. Одна ночь. И в Киргизии взяли дом правительства, штурмуют СИЗО. Из Бишкека бегут чиновники. В московском цирке медведь убил работника. Я вам в прошлом ролике говорил. Профессор Преображенский пишет. Слушайте, ну что еще должно случиться, чтобы, наконец, запретили держать животных в цирках? Хватит этого средневековья. Пускай живодеры запашные сами в огненные кольца прыгают, если им так надо. Да, ребята, да, я согласен, я согласен. Культурные страны уже отказываются. Многие уже отказались от зверей в цирке. Но Россия страна некультурная, и это только мягко сказано. Ну вот, пожалуйста, в Бишкеке протестующие угнали пожарную машину и начали разгонять силовиков своим собственным водометом. Медиазона про такое не пишет. Демонстранты в Бишкеке не стали стоять с криками «Отпускай!» Ну, это Беларуси, да? А сломали ворота в СИЗО, ворвались в него и освободили экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Алмазбека Атамбаева. Результат всего нескольких часов настоящего протеста. И как теперь киргизам смотреть в глаза? Удивительно, ребята. Протестующие назначили нового мэра Бишкека. Бунты в Беларуси и Киргизии показали, что теперь всё равно, сколько ничтожное количество голосов ты получил на выборах. У тебя может быть 10%, 2%, но ты можешь смело объявлять себя избранным президентом, избранным мэром, избранным богом. И вот дальше интересный комментарий. Этот сценарий обкатывают и для России тоже, и к этому нужно готовиться. Беларусы. Двоеточие. Так революция быстро не делается. Всё нужно просчитать. Ходим на митинги, изматываем силовиков, играем на истощение. Киргизы. Подержи-ка моё пиво, сынок. Фу, простите, не могу удержаться тут перед этим матом. Анонс фильма о блокаде и защитниках Ленинграда. Основной лейтмотив – очень личная история семьи Путина. Ждём рассказ, как его предки сражались с Наполеоном и монголо-татальским Игом. На бирже паника. За один день протестов в Киргизии уже дают 85 дней в Хабаровске и 50 дней в Беларуси. Очень тоненько, очень тоненько. Надо киргизов пригласить в Минск. Как-то кучно такие новости пошли. По рекам Пермского края, это ряновости, по рекам Пермского края течёт серная кислота. Она попадает в воду из затопленных 15 лет назад шахт. Сильные паводки увеличили объём вредных выбросов, а из-за быстрого течения вода достигла Камского водохранилища. И вот рейки показывают, это вообще, это мрак. И вот комментарий очень интересный. Однажды преподавательница теории ПДД, ну, правил дорожного движения в автошколе, единственная, где не вымогали взятки за права, она уже разорилась, сказала нам, когда выйдут на пенсию остаток шестидесятников, вроде меня, она пишет, вроде меня, я пальцем показываю, да, и резко убавится профессионалов, вы станете свидетелями эпохи техногенных катастроф. Да, ребята. В Бишкеке полиция решила не убивать свой народ и отказались выполнять преступные приказы. Да. Да-да-да-да-да. Белорусы, они в какой-то своей нирване, простая вещь, репутация. Ну, комментарий. Все в Бишкеке знают, что киргизы не будут рассказывать сказки про Гаагу и возмездие когда-нибудь, а вполне могут навалять прямо сейчас, без цветочков и песен. Терпели Луку 26 лет? Терпите дальше. Ходорковский. Без комментариев. И вот ему переслали сообщение. Говорила сегодня с врачами и большими начальниками. Ситуация с ковидом в Москве ужасающая. Такими темпами очень скоро не хватит ни коек, даже дополнительных, ни врачей. Варианты развития ситуации три. Все берут себя в руки, максимально самоизолируются, пожилые строго сидят дома, работодатели отправляют сотрудников на удаленку, а эти сотрудники сидят именно дома, а не гуляют. Все, кто вынужден работать, носят маски и соблюдают все строгости. Второе. Возвращается принудительный карантин с последующим кирдыком экономики. И третий вариант. Через неделю будем хоронить по 150 человек в день. Вопрос. А как же прививки? Путин проводит мистические обряды со старцем Никифором. У Шойгу в пагоде живут шаманы. Когда россиянам расскажут всю правду про путинское окружение, они в нее не поверят. Невозможно поверить, что страной 20 лет управляют долбанутые дегенераты. Все, ребята, все у меня закончилось. На этот час что-то как-то, да? Ну, вы поняли. Пока. До обеда. С вами доктор Влад. С вами был Игорь Негода.